добрый день мои дорогие сегодня 8 мая вроде бы вчера ходила на рынок купила продукты в магазин ходила в мясную лавку тоже еле притащила и все равно посмотрела чего-то мне не хватает чего-то ну думаю ладно погода хорошая солнышко светит пойду-ка я схожу на рынок вот куплю хлеб потому что завтра рынок ним не будет работать не знаю будут ли работать магазины магазины наверное будут работать но я как-то люблю покупать хлеб горячей горячей лавке или как она называется потому что там всегда каждый день привозят свеженькие батончики но сегодня я еще взяла пол буханочки хлеба это все нарезное все нарезное такое и хлеб и батон очень удобно не надо нарезать не крошится потому что не люблю когда начинаешь резать и все это превращается в крошки вот взяла яйца взяла два десятка у меня там наверное еще штучек 6 есть но я люблю чтоб яйца у меня обязательно были я их мало ем я их редко ем но последнее время как-то то бутербродик сделаешь с майонезом с яйцом то еще куда-то что-то вот взяла огурцы это не кондиция тоже вот а вот помидоры сегодня у нас только дорогущие этот помидор один завешал дай бог сколько вот поэтому взяла только один думаю на завтра на салат мне его хватит а привезут может не кондицию или после праздников знаете как перед праздником обычно все на рынке дорожает потому что знает что люди будут отмечать праздник и обязательно будут покупать а а забыла забыла еще я купила качан капусты молодая капуста но уже очень-очень жесткая такая тяжелая в общем все у меня здесь тяжелая вот капусту не достаю потому что я уже и и пошинковала и и у меня варится борщ борщ не боль не очень большая кастрюлька обычная большую но думаю ладно хватит сейчас может быть хоть хочется это зимой больше хочется горячего борща борщ у меня без мяса у меня просто овощной борщ бурак морковка картошка лучок соль сахар перец что еще у меня там капуста конечно и немножко уксуса вот так я варю борщ я ничего не пережариваю все все сразу забрасываю порезала и забросила в кастрюльку и единственное что я только бурак разрезаю на 2 на 2 кусочка если большой на 4 для того чтобы борщ был красный потом я его он сваривается я достаю и натираю и забрасываю обратно вот сейчас добавила сахар добавила уксус и вот сейчас закипит и я уже выключу борщ у меня будет готова что-то так празднику захотелось борща сварить вот тем более вася обещался приехать мы собирались сделать шашлыки вот 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 а тут как пошел дождь и я уже с рынка шла мокрая примокрая выходила из дома в черных очках от солнышка и пришлось их одеть на голову и вместо этого самого места зонтика вот и все теперь лопает дождь не знаю где мой шмяк я его сейчас позвала позвала и где-то он спрятался а где где сидит беседки нет его а где может сидеть этот шмячела не знаю а еще я купила лук купила лук в планах у меня завтра его было посадить не знаю как получится слушайте наверное надо шелуху собирать некоторая шелуха отвалилась я ж никогда ее не собираю а потом вот когда пасха так начинаю ой где это взять шелуху где это шелуху взять вот а тут вот даже видите просто просто шелуха это самое отвалившаяся килограмм купила килограмм лука купила думаю что мне хватит много мне его не надо это знаете вот начинается весна вот тогда как-то хочется вот луку ну а если что куплю еще потом этот выброс посажу свежего и пошла я в хватайку пошла я девочки в хватайку они же сказали что у них сегодня завоз не сегодня а вчера в субботу был вчера я поленилась пойти думаю ну ладно а главное что я набрала сначала вот это все а еще у меня тут был сушка для кота пол килограмма так что как видите все все тяжеленькое и попросила там знакомую у меня ж много знакомых на рынке я ж работала вот и попросила можно я сумку оставлю а то прямо тащиться там на третий этаж тяжело тащиться оставила и пошла дохожу до в хватайки а там женщина продает лаванду вот такими вот веточками вот эта веточка стоит 1 рубль чуть побольше стоит 2 рубля 3 рубля там но я дело в том что я захотела фиолетовую фиолетовых уже практически не было вот вот такая вот и еще меньше я говорю ну ладно давайте мне за рубль вот это вот и как то потому что я представляю почему-то я представляю что лаванда должна быть обязательно фиолетовая вот но у нее белая синяя розовая наверное надо еще какую-нибудь купить но я ее посадила не в землю на улице а посадила в вазон ну когда вырастет вот только я не знаю потом на зиму как ее в дом заносить вот тую я сажала тоже в вазоны и заносила домой они у меня дома пропали это же уличное растение а лаванда даже растет в этих самых теплых краях и в лаванда ли это как вы думаете лаванда потому что в прошлом году я как-то видела на рынке подхожу смотрю вроде лаванда а женщина которая рядом говорит да это не лаванда и назвала ее как-то по-другому говорит это вот эти вот цветы вот женщина а та стояла и обманывала вот ну ладно смотрю пока борщ варится никуда отсюда не уходила потому что я говорю был у меня случай что я поставила яйца пошла в дом села к компьютеру и про яйца мои забыла и они сгорели не помню зачем но зачем-то я пришла на кухню смотрю воды нет яйца щернели поэтому вот борщ варится а я уже сижу с телефонами здесь и смотрю вот смотрю сейчас эту самую Катя лайф блог блог ну Катя и Ваня вы знаете вот год назад где-то я всегда каждое видео их смотрела но такая замечательная такая пара замечательная они в Испании живут у них мальчик Ванюшка вот и сейчас вот сколько сколько-то месяцев Катя родила девочку вот и вот они я на них подписана но как-то вот не смотрела тут последнее время все этого как ты как как это как это его ой слушайте вот так вот наподписываешься а потом забываешь как как называется канал это Женя Женя забыла забыла в общем не важно тоже он сейчас в Дубае отдыхает с своим другом с Игорем вот я там их их просматриваю да да в этом году у меня никакого отпуска никакого отдыха в теплых краях и не знаю будет ли у меня что-нибудь в следующем году потому что деньги совершенно не собираются я даже вот вроде бы как бы можно было что-то отложить но ничего не получается ничего не получается все деньги с пенсии уходят на продукты еще на что-нибудь ой совсем не хватает вот поэтому раньше как-то получалось еще и отложить ну а тут вероятно я расслабилась что я все равно никуда не поеду потому что врачи сказали надо как-то выздоравливать после болезни и на самолете не лететь поэтому я расслабилась и тут то одно закажу на Валберис то еще что-нибудь куплю нужное ненужное ну вроде бы нужное ненужное особенно и не покупаю вот и то что могла отложить то у меня уходит как-то вот ой как я хочу чтобы моя лавандочка прижила как я хочу я наверное завтра рынок не работает а послезавтра я наверное все таки схожу еще пару веточек куплю другого цвета и тоже посажу в вазоны не посадила в это самое на грядку во-первых и посадить то некуда пойдем посмотрим в окошко вы знаете что дождь лупит и разошелся такой что ай-яй-яй ай-яй-яй какой видите какой сильный дождик так ой лучше показать вот видно на на водоеме какой лупит дождь сильный но погодка погодка десять градусов было двенадцать видно дождь сильный пошел и пахла похолоднела или похолодала травы море нарциссы расцвели вот там возле забора один нарциссик остальные я отсюда конечно не покажу потому что так это самое я навряд ли их увижу да а зато зато и не видно вот там тоже в углу о шмяча шмяча откуда-то прискакал спрятался спрятался в беседку ну и где был потому что дождь то давно дождь давно я там кусочек коврика послала поэтому он там и уселся вот вот так вот мои дорогие на беседку цветочки но не довешила еще еще попорвались они и думаю что те половинки тоже надо повешать так как то просто на гвоздик думаю ну вот приду с рынка были такие планы у меня приду с рынка и значит так это у меня штатив тут под ногами болтается туда-сюда я его передвигаю вот и было у меня в планах ну так я только что я только сделала принесла вазончик да накопала земли и посадила лавандочку вот и взялась за борщ взялась за борщ вообще сама захотела борща и думаю ах если Вася сегодня может вечером приедет ну а если вот такой вот дождь будет и куда и какой шашлык будет я даже не представляю даже не представляю так вот испортит а в это самое эти в прогнозе говорят что тепло солнечно хорошо будет завтра ну да тут вот разошелся дождь на этом вот только накопала земли посадила лавандочку и на этом все хотела вскопать маленькую грядочку чтоб лук этот посадить и ничего и больше ничего не сделала поэтому взялась за борщ и борщ сварила сейчас он закипит он стоит у меня на маленьком огонечке совсем закипит выключу выключу и что пойду пойду посмотрю я заказала кушон или кушен на валберес очень дешевый и очень хорошо о нем это самое отзывы хорошие очень на него я очень люблю летом кушен я вообще его люблю потому что это тонкое тонкое покрытие лица вот раньше пользовалась все время пудра такая вот крем-пудра от эйвен а потом как-то перестала и эйвеном перестала заниматься поэтому а вот кушен заказывала на алиэкспресс но сейчас что-то с алиэкспресс тоже случилось вон платье еще в апреле заказала и его до сих пор нет но оно такое знаете штапельное как ну как домашнее такое вот как туника было дешевое смотрю там распродажи я думаю надо мне такое свеженькое для лета оно легкое штапельное и увы и увы его нету открыла спор а этот самый продавец начал начал со мной спорить нет я не буду выплачивать ждите я ему пишу что еще 15 апреля нету не знаю где оно находится вот вы не номер неправильно наверное написали он мне опять ставит что нет мне платить не будут я ему опять пишу он мне я ему короче еще два дня надо ждать и потом алиэкспресс будет решать этот вопрос вот так что жду еще два дня посмотрим как там вопрос решится вернут мне деньги или решат что я должна ждать раньше было долго но как-то раньше когда знаете много делал заказов и одно и другое и аришка что-то заказывала и заказики эти приходили как-то быстрее а сейчас совершенно совершенно непонятно сумку заказала тоже неизвестно где тоже какой-то номер где должно быть девять цифр у меня там восемь я тоже ему писала но там еще не открывала потому что там как-то видно где она находится и что она даже пришла уже по месту назначения в смысле в страну назначения вот поэтому и она позже я ее заказывала поэтому я пока буду ждать ее вот а здесь уже все терпения мои закончились поэтому решила открыть открыть спор вот а еще я заказала накладку на голову не парик а такую вот с щелкой тоненькие не длинные волосы но прямые как бы хвостик можно маленький завязать не знаю что там получится но она была очень дешевая синтетическая дешевая но всего лишь 4,99 поэтому так вот и рискнула и думаю она уже если уже если и будет очень плохо то уже не так дорого вот но тоже отзывы были хорошие почитала отзывов много и отзывы были хорошие так что вот так вот жду ой а как хочется чтобы быстрее было вот вот так мои дорогие вот так я провожу предпраздничные дни сижу смотрю в телефон смотрю что тут интересненького есть вот вот смотрю некоторые многие их видео потому что давно давно не видела и приятная такая пара ребята ну вообще прелесть они все на свете показывают каждый чуть ли не каждый день у них видео нравятся мне они вот буду буду смотреть время у меня еще еще пол дня у меня надо уже выключать этот самый мой борщ и попробовать что же там у меня вкусненько ли у меня там получилось вообще я борщ очень люблю борщ люблю и холодник остальные супы нет и я давно ничего не варила вот давно давно супы никакие не варила прямо вот как-то их и не хотела вот ну а сегодня сегодня у меня есть борщ все пока мои дорогие будем ждать завтра дай бог чтобы была хорошая погода не было дождя потому что в беседке ведь не поставишь этот ящик не будешь там распаливать костер надо на открытом воздухе чтоб нигде ничего не мешало а боюсь что ничего не получится если будет дождь а если не будет дождь то какой уже как какие то да шашлыки никакого я уже думала я тогда куру в духовке сделаю в пакете но это же не интересно интересно сделать шашлык и посидеть в беседке выпить шампанского поесть шашлычка с салатиком ой ладно будем будем живы будем смотреть что будет завтра а вас всех поздравляю с наступающим праздником потому что если завтра не будет не будет погоды то я не знаю видео я снимать наверное не буду буду отдыхать вот так что с праздником вас всех мои дорогие и желаю всем чтобы был мир самое главное чтобы был мир а к остальному мы приспособимся и будет здоровье и мир и все будет это хорошо всем всем счастья пока мои дорогие и и и и и